внимание данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде все что вы видите выполнено профессионалами этим зимним вечером к нам на стол попал второй ром от компании белуга круг дэвилс айланд только в этот раз это голд аньеха прошлый раз мы пили дэвилс айланд спайсит и наконец-то руки у нас добрались и до желтаньеха урон куплен в магните что странно потому что предыдущий я покупал в спаре цена его сейчас 600 рублей я просто не мог пройти мимо поэтому взял значит принт как и прежде довольно таки приятный какие-то женщины пираты все как положено даже заметил что есть координаты координаты чего-то интересно что же там спрятано непонятно кстати крепость напитка 30 7 с половиной градусов ну в принципе здесь рассказывать особо нечего давайте сразу нальем да дадим ему подышать потому что время не ждет остановим эту записи ну что продолжаем в принципе ром уже подышал спирты уже должны вылетриться но тем не менее из интересного поставляется в обычной бутылке такой полноватый для виски и обычная для рома бутылка имеет на задней части гравировки принт приятный на ней пробка винтовая металлическая если честно то мне кажется прошлый ром это тот который был чуть-чуть потемнее ну прям чуть-чуть прочитал кстати на сайте компании белуга групп что этот ром лучше пить просто вообще просто как ром для производства этого рома как написано в принципе как и для прошлого да для того который дэйлс айланд спайсик написано используются спирты из доминиканской республики проверить мы не можем поэтому остается только верить что же давайте попробуем доминиканские спирты дистилляты ну пахнет в общем-то приятно отдает чуть-чуть кофе попробуем ну если тот был прям каким-то водянистым то этот уже такой приятный по консистенции сладковатый на послевкусие ну кофеек чуть-чуть и наверное что-то из фруктов есть еще но не совсем понятно что кстати послевкусие совершенно недолгое видимо спирты молодые ну давайте бахнем с колой как обычно что-то раз ром как таковой не очень интересен будем пробовать как обычно я вот ожидал на самом деле карамель там не знаю как обычно ваниль ну ничего такого кофе тоже чувствуется с колой пить можно в общем-то достаточно приятный но к сожалению вкус не богатый ничего такого чем он мог бы нас удивить в нем нет брать можно ребят в общем-то 37 с половиной градусов пить можно и просто так и с колой так в общем-то белугой групп но вот этот мне понравился больше чем тот в общем-то больше чем спайсит поэтому голд аньеха я считаю брать можно можно пить рассказывать больше нечего подписывайтесь на мой канал ставьте лайк будет интересно